Руки на стол Телефоны на столе Телефоны на столе? Ну как бы я имею ввиду, если человек трогает свой телефон или что-то там, на совачках приходит Постарайтесь с ней Можно мне телефон? Не дайте все свои номера Позвольте просыпать телефон Мы начинаем первую игру Каната Израиля по Мати, извините, что без музыки Колонки уже везут Колонки скоро перевезут Канат Израиль Игрок номер 2 Игрок номер 4 Игрок номер 4 Игрок номер 5 Игрок номер 6 Игрок номер 7 Игрок номер 8 Игрок номер 10 Игрок номер 10 Всем большое спасибо Всем удачи, первая игра Что будет хорошо И... Был до стыла что есть и город засыпает город уснул и начинается игрока номер один мы будем выбирать свои карты игрок номер один пожалуй спасибо игрок номер два спасибо игрок номер три пожалуйста спасибо игрок номер четыре берет спасибо игрок номер пять пожалуйста спасибо игрок номер шесть руку вперед спасибо игрок номер семь спасибо игрок номер восемь вас осталось 3 карта третье и и и и и и Продолжение следует... 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 Номер пять. Если честно, во время вашей речи я как-то обмозговывала речь. Это время. Спасибо игрокам номер шесть. Время игроков номер семь. Доброе утро, город. Номер один для меня красный игрок. Я знаю, как он играет, когда он черный игрок. Я знаю, как он играет. Не первый раз. Номер два. Речь не понравилась. Номер три. Понравилась речь. Номер четыре. Более обоснованно объяснил позицию свою. Номер пять. Номер один. Редко понимаю с первого круга. Всех остальных послушаю. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер восемь. Ну, всем добрый вечер. Да, как бы я хайфский. Здесь тоже не очень... Меньшинство людей, с которыми я играл, остык кого я услышал. Номер один для первого игрока, мне кажется, хорошо открыл стол. Довольно по-красному. Также понравилось то, что он номер три. И номер два. Ну, тут как бы меня предупреждали в эмоционале, меня предупреждали... Я не очень люблю агрессию, но я не даю цвет. Поэтому для меня как бы серо. Я не даю цвет, потому что не знаю. Номер четыре, тем не менее, вдал как бы больше в черную сторону номер два. Я как бы замечаю просто тут как бы... Здесь все играют вместе, а четыре не играют с два, из того, что я видел. Из того, что сказал пять, тоже поговорил, предложил кого-то на проверку. Поговорил достаточно красно для меня. Шесть... Тоже речь довольно красная. Семерка вот для меня серенько поговорила. И кажется, как пропустила номер шесть, не дала ей вообще никакой оценки. И это время с ума. Спасибо. Время игрока на мате. Пожалуйста. Отличная единичка. Поговорил, в принципе, средний, так себе по-мирному. Ну, да, отстрел. В принципе, можно думать об отстреле даже с мирным. Если есть географический отстрел, это хорошо заметить. Дальше двоечка эмоционально. Двоечка бесится. Двоечка пока в красном. Троечка играет мирным паровозом с 1-2. Допустим, слишком легко сел на мирный паровоз. Ну, допустим. Я действительно вас посчитаю 1-2-3 пока скорее красными. Четверка почему-то спасает единичку. Он поговорил плохо. Ну, зачем ему так говорить как мирному, как мафии. Ну, была такая речь, да? Мы подумали, что единичка может быть мафией, но зачем ему говорить об отстреле. Допустим, четверочка мне пока мутная речь. Пятерка, как мне кажется, нервничал в своей речи. Я никогда не играл с игроком номер пять. Мне показалось, что единственный игрок, который по нулю очень сильно нервничал, будет пятерка. Пятерку я бы, ну, не знаю, проверил. Его позиция никак ничего не дает. Шестерка поговорила относительно неплохо. Мне показалось мирным. А вот семерка не договорила про шестерку. Похоже было на заготовленную речь. То есть она в голове себе придумала, о чем говорить. А говорить о шестерке не придумала. Спасибо, игрок номер девять. Пол игроку номер девять за то, что продолжил говорить после слова спасибо. Игрок номер десять. По-первых, очень приятно, что у нас строгий ведущий. Значит, игра будет очень серьезной. По поводу игрока номер один. Я думаю, он волновался, потому что первая игра. Поэтому можно, потому что он поговорил по мнению очень где-то средненько, но можно на эмоционал закрыть глаза. Двойка сразу придет. Потому что это агрессивный игрок, не обращайте внимания. Он играет по логике. Я просто вижу, что игрок номер семь и восемь не дает позиции. Они, по-моему, интуиты, я извиняюсь. Они будут серенькие, но интуиты тоже игроки. Тройка, к тебе претензии. Ты заждаешь, ты усилил позицию игрока номер два, усилил позицию игрока номер один. Правильно? Правильно. Как дела? Они поговорили хорошо, но ты даже особо не разбирался в этом. Четыре вообще плохо. Четыре начал нести такой бред, такой... Ой, блин, я заговариваюсь, я извиняюсь. Околесицу. Пять поплыл. Шесть вроде взяла неплохую позицию. Вот семь-восемь я, честно, первый раз играю, разбираться пока... Ну, мне тяжело. По поводу девятки, ну, такое. Короче, моя красная команда на первый круг это будет один-два-шесть. Спасибо. Спасибо. Таким образом, никто не был выставлен. И город засыпает. Город засыпает. На город опустилась ночь. И очень тихо выходит на охоту мафия. И проходит мимо игрока. Номер один. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер десять. Спасибо. Мафия удаляется. Просыпается в зону игры. И ищет комиссара. Спасибо, дон. Просыпается комиссар. И ищет мафия. Просыпается комиссар. Спасибо. Продолжение следует... 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 Время игрока номер восемь, пожалуйста. Мне так интересно, что детектив ушёл, отдав второго практически чёрным над за стол. Сказав, что второе не нравится. Я выстрелил, я так понимаю, что все против меня голосуют. Я проверенный. Второй номер десять, устный повод, найдёшься. Классно. Ну, чтобы вам веселее было голосовать, выставляю игрока номер два, спасибо. Принято. Спасибо. Время игрока номер девять, пожалуйста. Отлично. Ну, смотрите. Четвёрочка. Кто мне не нравится? Мне нравилось по нулевому кругу пять, семь, восемь. Туда бы я ещё добавил, что пятёрка пошёл в разностве с четвёркой. Соответственно, мне казалось, что четвёрка должен быть мирный, хоть он поговорил среднее, по нулю. А пятёрка чёрный. Но пятёрка замазывает один-два-три. Мне не понравилось, что пятёрка именно с четвёркой не поигралась. С один-два-три поигрался. Соответственно, есть большая возможность, что среди один-два-три есть какая-то хитро замазанная мафия. Потому что, смотрите, восемь-семь, восемь втопил семёрки. Восемь втопил семёрки, соответственно, очень вероятно, что не восемь-семь-пять мафии, а, допустим, восемь-шесть-пять. Вот мне не пишется восемь-семь, потому что восемь втопливал семёрки. За её недоговорение о шестёрке. Правильно? Было такое? Семь не поговорила о шести, это никому не понравилось. Восемь – это первый заметил. Соответственно, мафия у меня восемь пишется, но не с семёркой, а, допустим, шестёркой, пятёркой. Шестёрка вы мафия? Кого вы считаете мафией? Семь, восемь и кто-то. То есть пять вам нравится. И это время. Спасибо. Время игрока номер десять. Во-первых, я хочу обратиться к хаевским игрокам больше. Я не понимаю двух кода четвёрки, потому что тройка, в принципе, непроверенный игрок. Открывать ему свою проверку не для всех игроков. Ну, для меня это просто фэнтези игра, поэтому, если бахи не увидел, это было бы тяжело. Это раз. Второе. Окей, я могу понять, он ему доверяет, ну, он на первой речи поговорил неплохо. Ну, допустим, он считает его красной, этот озвучил его проверку. Зачем тогда, зачем эта проверка? Тогда выставляется другой игрок, восьмёрка у нас точно проверенный чёрный, и мы можем, в принципе, не про критики вынести другого игрока. Только для этого я вижу. Ну, мне вот эта четвёрка вообще не заехала. Ещё раз. Пишется команда хорошая 6-8, которая встаёт просто стеной по поводу восьмёрки. Кто третий? Надо разбираться между 3, между 5. Вот там, я думаю, надо троечку искать. Ну, мы ещё послушаем, посмотрим. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер один, пожалуйста. Доброе утро, город. Я тоже, честно говоря, не понял этот ход четвёрки, то, что он не сказал, а он просто скучал непроверенную руку, да. Для меня восьмёрка была ещё по тому кругу подозрительной, когда после твоей речи, поэтому... Ещё мне понравилась шестёрка. Я считаю, шестёрка для меня чёрный игрок. Она выставила. Я не понял просто выставление. Шестёрка выставила. Она семёрка выставила. Ну, потому что восьмёрка проверна, ну, как бы она должна ходить по идее. Ты семёрка, ты говоришь, интуитивно не играть. Ну, я красный человек, я не знаю. Она красный, для меня красный игрок семёрка. Мне понравилась... Да, ну, не знаю, на эмоциях. Девятка мне понравилась. Прежде, девятка, тройка. С тройкой тоже играет. Что? Да? Девять-три для меня... Да? Да? Не буду голосовать за восьмёрку. Она для меня в прошлом кругу была. Подозрительная. Если проверенный, больше шрифт не вскрылся, значит... Ну, а кто шрифт? Восьмёрка? Ну... И это время. Мя, спасибо. У нас выставлено четыре игрока. Пожалуйста, я прошу всех откинуться назад, убрать руки со стола. Мы голосуем в порядке восемь, семь, шесть и два. Кто считает, что игрок номер восемь является мафией? Спасибо. Три голоса. Кто считает, что игрок номер семь является мафией? Спасибо. Ноль голосов. Кто считает, что игрок номер шесть является мафией? Спасибо. Пять голосов. Таким образом, за игрока номер два уходит один голос. Игрок номер шесть вас убили. Попрощайтесь, пожалуйста, с тобой. Я не поняла вообще, в чем прикол. Восемь же у нас проверенный черный, вы же все так это поддерживали, да? Почему только три голоса, и мой в том числе, почему я семерку выставила? А я объясню, чтобы не была только восьмерка на голосовании. Чтобы посмотреть потом, кто в кого голосует. И вы потом понеслись выставлять шестерку. И что это вообще такое было? Я не знаю, Ахим, что мне сейчас Ахим макует? Типа, ты красный, ты красный, ты классный, и десятка красная. Помиритесь, помиритесь. Что это такое было? Ты черный в вену лезешь, или что это такое? Я не могу сейчас разобраться, ребят, серьезно, мне очень тяжело. Если шерифа у нас другого не знает, четвертый был шерифом. Если он тройки показал, почему-то тройки, вообще ма-питом тройки, ну да ладно, показал. Что, восьмерка черный, почему вы в него не проголосовали? Чтобы он посидел, типа, и вы посмотрели на его реакции, да? А почему шестерка-то? Десять секунд. Я в него проголосовала только что. Спасибо. Удачи черным, я желаю, удачи черным. И город засыпает. Город уснул, на город опустилась ночь, и очень тихо выходит на охоту мафия. И проходит мимо игрока номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть, номер семь, номер восемь, номер девять, номер десять. Спасибо, мафия удаляется. Просыпается Дон Игры и ищет шерифа. Спасибо, Дон. Просыпается Шериф и ищет Дона, мафию. Спасибо, Шериф. И город, доброе утро. Утро доброе не для всех. Игрок номер девять, попрощайтесь, пожалуйста, с городом. Плохо, плохо. Ну, смотрите, я мирный в любом случае. Да, игра, конечно, не задавалась. У нас есть детектив? Давайте так. Возможно, у нас... Ну, смотрите, возможно. Поэтому довольно-таки плохая идея выпиливать неизвестного игрока, потому что может скрыться детектив, и у него очень сильно поручится баланс для этого. Давайте так. Для меня скорее мафия. Скорее мафия. Семь-восемь голосовали вместе, восемь мафия. Но кто голосует вместе с мафией? Это странный ход. Согласен. Я тоже, кстати. Семерка сильно радовалась такому. Не знаю, с семерки было весело, что уходит. Мне было не весело, что я с восьмеркой проголосовал. Смотрите. Без детектива играть очень сложно. Допустим, может быть, десятка мафии, может быть, тройка мафии. Четверка никогда с этими игроками не играл. Он просто доверился десятке по позиции. Доверился девятке по позиции, тройке по позиции. Все. Четверка мог ошибиться в каждом. Возможно, вообще мафия три-десять. Да, хоть три-десять-девять. А сейчас просто вас топят, топят. Это очень плохо. Бери детектива, кидай провокации, делай, что хочешь. Десять секунд. Присмотрись еще в десятке. Не знаю, двойка. Мне кажется, сидит довольно-таки хорошо. Красно. Я мог ошибиться в пятерке, но пятерка гнал на четверку и окраснял один-два-три. Может быть, там мафия есть. И это вред мят. Спасибо. Аплодисмент игроку номер девять. И начинается игрока номер три по минуте, пожалуйста. Я оставляю игрока номер восемь. Принято. Сейчас выходит только игрок номер восемь. Для госпожи Порок я быстренько объясню, что у нас нету критики. В любом случае выходит... Вольшинство голосов ушло просто в шестерке. Почему? Потому что она начала внезапно искать дополнительного дликтива. И вот это надо очень много акцентировать внимания. Такое ощущение было, как будто хочешь, чтобы кто-то скрылся и спасает свою восьмерку. Причем выставляет... Восьмерка была выставлена, выставляет кого-то другого абсолютно. Ну, по идее, должен только восьмерку уходить. Единственное черное проявление. Ребят, семерка – ужасная речь. Ужасная речь. Я спрашиваю восьмерки, что вы считаете, что считаете мирным. Вот это я не понял. Семерка мне очень сильно не нравится. Пятерка говорит, ну, не знаю, из-защищения игрока номер четыре я бы не играл бы с десяткой тоже, ребят. Десятка я не играл бы, я бы не посмотрел бы. Сейчас выходит только игрок номер восемь. Только игрок номер восемь. А пока что единица-двойка для меня посидят мирными. Во всех остальных я буду еще сильно очень смотреть. У меня не паранойя. Абсолютно. Потому что десятка, ну, мне не нравится речь. По первому по нулему кругу вы взяли игрока два. И это время. Спасибо. Время игрока номер пять. Доброе утро, город. Сейчас уходит восьмерка наконец-то, потому что не знаю, что в прошлом не забрали. Мне кажется, нужно было его найти в прошлый круг, но ладно. Сейчас у меня самый красный игрок, в принципе, пока что единица для меня. Десять и три, скажем, чуть менее краснее. Но вот два-семь, между ними для меня мапия сидит. Почему двоечку считаю, ну, возможно, мапией? Потому что восьмерка, который проверенный черный, на своей речи выставлял двойку. То есть якобы, чтобы коснить его, как вариант. Возможно. Поэтому двойка мне не сильно нравится, поэтому в этом плане. Еще вначале, на раз, что на четверку говорил, проверить его. Он согласен со мной. Семерка тоже плохо поговорила, поэтому сейчас между семь и два на меня мапия. Один пока играю точно. Десять и три, скорее, красный. То есть восьмерка уходит. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер семь. Доброе утро, город. Уходит игрок номер восемь, по единственной проверке детектива. Номер пять. Почему-то решишь, что между нами. Вполне возможно. Я знаю, что я мирный житель. Двойка мне изначально не нравилась, потому что она изначально накинутся на новых игроков, с которыми я вообще не играла. Восемь, семь и пять изначально. Вообще непонятно почему. Десятка. Десятка мне больше нравится. Однерка, как я говорила, красный игрок. Двойка. Двойка. Сейчас уходит восьмерка. Сейчас уходит восьмерка. Мафия, считаю, сидит между игроками два, три и пять. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер восемь, пожалуйста. Вставляй игрока номер семь. Принято. Топите меня. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер десять, пожалуйста. Сейчас входит в игрок номер восемь. Дешелая игра будет. Потому что тройка начинает под меня подкапывать. Начинаешь под меня подкапывать. Потому что у меня позиция посильнее будет, чем у тебя. Это раз. Это раз. Второе. Против нее большинство города настроено. Я пока хочу с тобой поиграть. Пока. Дальше мы посмотрим, что ты скажешь. Будешь так же копать. Я тебе просто возьму лопатку, ту же ямку тебе выкопаю. Ты улетишь отсюда. Да замечательно. Замечательно. Главное не промахнись. Два раза не промахнулся, не промахнись и в этот раз. Еще раз повторяю. Сейчас входит восьмерка, надо распираться. Единица в принципе говорит, ну никак не говорит. Он не дает позиции. Он говорит, что с кем-то играет. Но с кем непонятно. На двойку я хочу, чтобы семерка в принципе прислушалась к двойке. Не как к агрессивному игроку. Я просто с ними давно играю. Я с вами тоже первый раз играю. Десять секунд. У них просто позиция такая. Он агрессор, но это не значит, что он мафия. Абстрагируйтесь от того, что он говорит. Слушайте больше логику. На кого и как. И это время. Спасибо. Игрок номер один ваше время. Добрый день. Я во-первых говорил, с кем я играю. Играл с тройкой с девяткой. Девятку убили, с тройкой продолжаю играть. Пятерка тоже аккуратненько договорил. Игрок номер два. Я когда сказал, что играет с тройкой с девяткой, прямо запрыгал, значит показывал черный, черный, черный. Ты для меня абсолютно очернился в этом. Потому что я знаю свой цвет. И для меня восьмерка явная, проверенная. Двойка, третья мафия для меня. Потому что мне кажется сверху шла мафия, надеюсь. Десятка, двойка для меня как-то серенький, двойка, более черный. Почему так запрыгал, когда сказал, что играет? Да, он агрессивный, он играет эмоционально. Но когда он мафия, он же так же играет эмоционально, нет? То есть не обязательно, что он красный игрок. Он может быть и черным игроком, играть эмоционально. Но сейчас согласен, входит игрок номер восемь. И я советую присмотреться игроку номер два, прислушаться к нему. Потому что по мне он черный игрок. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер два, пожалуйста. Один, пять, семь. Вы абсолютно не умеете играть в мафию. Я за этим столом бетон красный. Бетон. Меня выставляет черная проверка. Я еще и сам себя голосую, потому что я не знаю, кем ходит шестерка. Для меня шестерка лично. Она просто так играет. Я с ней играл до этого. Шестерка уходила для меня красным игроком. И я не хотел в нее голосовать. Я не хотел голосовать красного игрока. Спасибо, пожалуйста. Пять, семь, один. Вам нужно идти учиться играть, товарищи. Сейчас входит только игрок... Я серьезно. Я за этим... По логике я за этим столом бетон красный. Меня максимум можно понять только по эмоционалу. Я подопредил. Нельзя. Восемь. Входит сейчас только восемь. Че, тройка, десятка, разноцвет. Нахон. Окей. Входит игрок номер восемь. Я просто боюсь, что... Я думаю, что шестерка уже не ругает. Я реально вот этого не понял. Хотел голосовать восьмерку. Потом смотрю, не голосую. Думаю, сделать какой-то распил. Потом смотрю, не получается. Уже проголосовал сам себя. Ну то, не страшно. Есть. Входит восьмерка. Дальше по острову смотрим. Дальше пять, семь. Один все-таки, наверное, красный. Потому что в его речи была логика, почему он мне напихал. В отречи от речи семерки. Мя. Спасибо. Мы переходим к голосованию. Пожалуйста, все уберете руки с стола. Киньтесь назад. Мы голосуем в порядке. Игрок номер восемь. Игрок номер семь. Кто считает, что игрок номер восемь является мафией? Спасибо. Это все голоса. Игрок номер восемь. У вас минута попрощаться с городом. Мне очень нужна минута. Мне надо получить собрать из себя додексива. Хороший день. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты игроку номер восемь. И город засыпает. Спасибо. Город уснул. На город опустилась ночь. И очень тихо выходит на охоту мафия. И проходит мимо игрока. Номер один. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер десять. Спасибо. Мафия удаляется. Просыпается дом мафии. Ищет шерифа. Спасибо, Дон. Просыпается шериф и ищет мафию. Спасибо. И город доброе утро. Утро доброе для всех. Кроме игрока номер три. Игрок номер три у вас минута на последний. В общем так, ребят. Смотрите, семерка ужасной речи. Десятка не лучшей речи. Что десятка говорила по игре? По педалёвому кругу она сыграла с игроками два, четыре, шесть. Потом проголосовала против игрока номер шесть. Внезапно. Четыре, ну понятно. Плюс ко всему сейчас дважды пытается, не надо меня перебивать, у меня последняя речь. Сейчас пытается двойку вытащить уже со всеми силами, по целу ничего не говорит. То есть вода, вода, вода и двойку пытается вытянуть. Он агрессор, не подумайте так, бла-бла-бла. Зачем? Плюс ко всему, откуда такая уверенность, что десятка, что двойка мирная? Откуда, если она не знает его цвет? Игрок номер семь. Оставь двойка. Двойка. Сейчас двойка, если он был бы мафи, он наработал бы кучу врагов. Потому что он наехал бы на пятерку, на семерку, на единицу. Он сейчас реально на себе очень много врагов заработал бы. Скорее всего, посчитай его тогда мирным. Единицу, двойка, оставляем его мирным. Пятерку, скорее всего, мирной. Выносите семерку и десятку по очереди. Десять секунд. Может быть, даже наоборот. Десятку, потом семерку. Все. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты игроку номер три. И начинай с игрока номер четыре. Пожалуйста, Павли Митин. Доброе утро, город. Я не знаю, семерка, двойка. То есть, у меня как-то один из них черный. Я не знаю, кто, два или семь. Семерку продолжаешь выставить? Окей, то она выставит тебя, если что. Выставить, когда у нас семь. Принято. Если семерка продолжается игра, не знаю, десять. Да, я тоже на самом деле думаю, здесь играю с единицей больше всего. Семь-два для меня пока как бы один точно есть. Семь, вы думаете? Давайте попробуем семь. Не знаю. Но как бы два у меня тоже есть мнение, что может быть мать. Но я уже объяснял почему, как будто же, что восьмерка вас поставлял там. Ну ладно, сейчас семерочка уходит, наверное. Посмотрим сейчас, как все поговорят, еще там решу уже. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер семь. Доброе утро, город. Дерка, а что ты поддаешься тому, что говорит двойка? Я мирный житель? Я точно знаю, что я мирный житель. Бойку я изначально продолжаю подозревать. Эти все объяснения, он всегда, я всегда агрессивна, когда я мафия, когда я мирный. Ну, значит, и нельзя понять по тому, когда ты агрессивна, мафия-то или нет. Мафия, то есть мирный-то или нет. Я выставляю игрока номер два, спасибо. Принято. Время игрока номер десять. Я попрошу выставить всех игроков, я хочу послухать всех игроков, вспомнить позиции на любом круге. Вы про пятерку совсем забыли. Он отсиживается. Я извиняюсь, игроки, которые отсиживаются, потом как бы втаскивают игры, и мы, ну я извиняюсь за нефинзурную лекцию, мы просто всираем игры, отдаем, дарим игры. И игрокам, которые, в принципе, этого не заработали. Выставляю игрока номер один, выставляю игрока номер пять. Спасибо. Спасибо. Премия игрока номер один. Доброе утро, город. Ну, я игрок номер три с двойкой играл больше, чем я, знаете. Ну, я поверил в завещание. Наверное, поиграю. Ну, не знаю, для меня будет, как бы, очень неожиданно себе, кажется. Что там, как бы, для меня третья мафия, это между семеркой и десяткой сидит. Я не понял, кто-то бы истинит всех, послушает всех. Ты сейчас можешь всех послушать. Ты сейчас можешь всех послушать, что тебе еще раз послушать. Я выставляю, это к номер десять. Принято. Предлагаю голосовать в таком порядке. Десять семь. Давайте десять сейчас уберем. Мне кажется, он больше, чем мы будем. Надо кричать. Хорошо, уберем семерку. Если игра продолжится, уберем десятку следующую. Согласен. Спасибо. Спасибо. Время игрока номер два, пожалуйста. Фух, если бы вы играли бы в мафию, то сейчас должен был стреляться я. Потому что я бетон красный за этим столом. И решать, но угадай, ты знаешь, что будет? Либо я, либо ты. Вот увидишь. Фух, семерка сейчас уходит. Смотри, единица, ты красный игрок за этим столом. То, что ты логически мне напихиваешь, в этом есть логика. И ты имеешь право. Семерка говорит полный бред на своих речах. Семерка мафия вместе с восьмеркой. Пятерка пытается на меня гнать. Это вполне нормально, что пятерке я не нравлюсь. Я к этому привык. Пятерка никогда не играл. А вот тебя, Бамби, я, честно говоря, вот... Пусть все поговорят. Что? Нет, все поговорят на критике. А сейчас кто-нибудь сердцем проголосует. Сейчас уходит семерка. Дальше смотрим на отстрел. И вот тогда вот огонь. Сейчас уходит только семерка. Выставляю контрольный крап, он убран всем, потому что это мафия. Есть еще время? Я объясню, почему я красный. Я объясню, почему ты красный. Я не могу объяснить, почему пятерка красный. Но у меня есть немножечко... Нет ли аргумента, что он тоже может быть красным? Я и ты, мы здесь бетон красный. Мя! Спасибо. Таким образом, мы закончили группу движения. Мы переходим к голосованию. Пожалуйста, берите руки со стола, откиньтесь назад. У нас выставлены игроки номер 7, номер 2, номер 1 и номер 10. В этом порядке мы голосуем. Кто считает, что игрок номер 7 является маленьким? Спасибо. Это три голоса. Таким образом, игрок номер 7 вас убили в 8 минут. Я была мирным игроком. Предлагаю присмотреться к номеру 2, который очень активно старался сказать, какая я мафия. Если ты считаешь себя таким опытным игроком, то ты должен знать, как играет мафия. Спасибо. Спасибо. И я объявляю победу мафии. Мафии были игроки номер 8, номер 10 и номер 5. Простите за такой сли. Спасибо. Только тишина, не мешайте соседним салонам. Через 10 минут мы начинаем соседним салонам. Ты плохо говорила. Я всегда плохо говорю. Она всегда плохо говорит. Поэтому я тебе говорю, ну, я не знаю, что, надо было десяткой сейчас. А тут нужно лояльнее относиться. Что, у меня там ручки тим летели. Трех матерей, ага, ага. Я, кстати, не голосовал. Десятка явно, как мафия. Я, конечно, голосовал. Просто она тебя защитит. Я стал лучше, наоборот. Что, сыграли-то? Что? Мафии лучше? Спасибо. Быстро как-то сыграют, да? Что такое время? Да. А, хотя нет. А вдруг? А вдруг, слушай, почти час. Если не проголосуют, там уже голос нельзя убрать. Ты не должен играть за своим. Ты можешь с ним играть. Но я с тобой так не буду, на самом деле, тем более. Если вы перед меня, команду не построят с тобой. Потому что я на тебя гоню с первого хода. Это бы да. А темно. А когда ты голос уводишь, ты сам не раз. Я тебя уже не слию, а меня с командой. Я тебя уже не слию, а ты не слию, а ты не слию, а ты не слию.